номер 537 события дня деяния 18 но вы примите силу когда сойдет на вас дух святой это отсчет за первое июня 2017 года у нас девушка одна была дочь староста маша барабаш выходит замуж за марка он из томска мой племянник сын сестры моей такие тихоновны я им пишу марку и марии венцы чтобы надеты было на голову крепко водружены на головах то иначе венчания не будет идут сзади дружки и держат венец он головой да голова то я не увенчана это новая мода беззаконников попов пошла опять же с украины мы говорим лучше бы не жениться новое избежение а мне вас жаль во избежание глуда каждый имеет жену свою 1 коринфянам 728 это я пишу марку у них 16 кажется будет в июле в июле воскресный день вчера только узнал что в томска поедет венчать батюшка отец таким там храм какой всего же московская патриархата там там венчание будет впрочем если и женишься не согрешишь если девица выйдет замуж не согрешит но таковые будут иметь скорби по плоти а мне вас жаль скорби нужны но какие и за что от жены от мужа колости наводи за 4 на ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби и христовых за тело его который есть церковь какую скорбь нужно вот какая которая сделался я служителем по домостроительству божию веренному мне для вас чтобы исполнить слово божие тайну сокрытую от веков и родов ныне же открытую святым его которым благоволил бог показать какое богатство славы в тайне сей для язычников которые есть христос в вас упование славы которому проповедуя вразумляя всякого человека и научаясь научая всякой премудрости чтобы предоставить всякого человека совершенному христе иисусе для чего я и тружусь и подвязаюсь силой его действующую во мне могущественно до этого я тут вам послал несколько видеороликов беседы с машенькой резюме тех бесед слава богу что не за старообрядца выходит замуж и не за семинариста путь дорожка ее привела никто души корежить не будет дорогой марк помни всегда сие откровение 3 11 все гряду скоро держи что имеешь дабы кто не восхитил венца твоего разумеешь что тут сокрыто под словом венец 2 тимофей 2 5 если же кто и подвязается не увенчаивайся если незаконно будет подвязаться можете приехать сразу же к нам и я дам вам келью в лагере стане на природе свои рядом все вас любят что лучшее может быть и машине будет так скучно сразу в отрыве от дома и ты тут мог бы что-то помочь и ты это марк такой дохленький пискарик почти мог бы поправиться чуточку хотя бы а то ты все изображал засосший скелет за компьютером уж не себя ли рекламировал не до размеров глушкова игоря но до формы брата дениса твоего вполне можешь тут дойти если не превратишься в любимый тобой рисунок о чем я сказал тут серахов 8 11 не удаляйся от повести старцев ибо и они научились от отцов своих и ты научишься от них рассудительности и какой в случае надобности дать ответ а он вопрос мне задал это почему у старообрядцев жених и невеста когда под венцом он дают выпить с одной чаши а потом священник разбивает эту чашу я отвечаю так этот вопрос так старообрядцам не ко мне мне любой сосуд жаль у нас тут через вот новый мост сделан-то и пришел обычный молодым там проехать и к решетке моста прикрепить замок новый так ключи бросить вопь дескать так неразрывно будет все замков уйма гирляндами висят но судя по количеству разводов можно вполне сказать что ключи еще до дна реки оп не опустились а уже разведены союз крепко держит только настоящая верующая христианская семья об этом лев толстой в крейсер в эстонате подробно пишет можете фильм одноименный посмотреть а потом просчитать не торопясь сильнейшая вещь или просчитать сначала потом посмотреть вот он об этом писал мучает такой вопрос почему старообрядцев на вещание молодые пьют из одного бокала который батюшка под священник разбивает я отвечаю и если это действительно так что бьют а потом посуду бьют старообрядцев то это даже вполне соответствует их обычаю жизни они все почти пьют купленной или самодельную борошку это у них по статусу располагает на меня сильно нападали они священник особенно один у него его димитрий звать а сестра лида новосибирске и вот они пришли на аэродром провожать там разрешается оказаться подойти ближе как-то они выезжали ты он благословлял их и с трапа низвергся вниз упал туда пьяный пьяный и тот и другой уже умерли это сильно сокращает же я их знаю показывает старообрядцев в аргентине там где-то они в перу работают крепко и вот ей надо выйти замуж как говорится осемениться есть такие и она в их а нет никого и она выходит за индейца староверка идеи но это старообрядцы беспоповцы как правило священника то нет у них но и действия что а его надо крестить он крестится ему то надо на свое дерево забрать и ухватиться за кисти и она родила индейца уже на руках держит а он сразу же ушел своей и индюшки идейки вот и все и показывает и этот который снимал видимо снимал пока там на улице то тут уже они уже напились упали и он их пьяных тут же фотографирует и показывает вот так в них живут это я фильм смотрел вот так мне пишет юрий соболев мир вам игнатий тихонович мыслями довольно часто восхожу к рассуждению о взаимосвязи крещения и рождения свыше и хотя столько раз было сие пояснено вами в том числе непосредственно мне и кажется давно все понятно но какие-то грани отблески этого вопроса видятся мне периодами то тут то там вот хочу поделиться услышать ваши ценные комментарии если сочтете их уместными необходимыми на следующие слова святителя феофана как мне видится это одна из прочих граней взаимосвязи крещения и рождения свыше которую разъясняет святитель феофан затворник в своих двух словах о таинстве крещения для краткости привожу текст с некоторыми купюрами то есть отрывочные обрезанные восстановка в кавычке открыто восстановление совершается в купеле крещение которое всем отношении есть как бы благодатная горнила где из восстановленных таким образом предварительно стихий духовной жизни все действенную благодатью созидается нова тварь о христе иисусе 2 коринцам 5 17 образуется потаенный сердце человек 1 петра 3 4 из купели мы выходим новыми в таком именно смысле чувствуем себя именно вкусившими новую жизнь и начинаем блаженствовать кавычки закрыты опять открыты когда взрослые крещаются то они действительно являются таковыми тотчас покрещение ибо нет ужас всего своего лица представляет все необходимое к сочетанию с благодатью расположение сердца относительно же тех кое крещаются младенцами божественная экономия нашего спасения благоволила установить такой порядок то ли экономия или экономия что все что положению в нас начала христианской жизни зависит от благодати божией подается тотчас и обновление совершается благодатью тоже что зависит от нашей свободы отлагается до возраста до первой исповеди причащение когда человек самосознательно и самоохотно предает себя благодати и тогда обновление совершившиеся прежде как бы независимо от него благодатью одною усвояется его лицу и начинает совершаться совместно с благодатью и свободою и как интересно докры от крещения ребенка благодать проявится в таком виде только когда будет первый раз причащаться сознательно тогда и он является крепким благодатью божию ревнителем а благоу богоугождение христианском исключительно с полным самоотвержением с полным самоотвержением где же она всем известно что до сего момента столь решительного в жизни все почти зависит от родителей восприемников а потом от них и от нашей свободы далее же и от тех многообразных сочетаний в жизни в какие поставляет каждого непостижимое сочетание обстоятельств от воздействия на наше сознание и свободу всех этих влияния и от того как мы пользуемся ими выходит что у одних все свет а у других все тьма а у третьих не свет не тьма истолкование его же на первом фессонетисе он говорит обще христианское благодатный дух за покаяние веру нисходящий в душу у каждого в таинстве крещений или возвращаемых в таинстве покаяния огни ревности составляет существо его но направление он может принимать разное смотря по лицам у иного он весь обращается на самоисправление в строгих подвигах у иного преимущественно дела любви у иного на благоустроение христианского общества у иного на распространение евангельского учения проповедью в чем проявляется рождение свыше добавка как мне кажется святитель феофан крещение проще связывает с рождением свыше а вот в деяниях не всегда так скорее в обратном порядке рождение свыше а затем крещение на это что сказать в деяниях в деяниях это начало порядок один деяние 238 покайтесь и докреститься каждый из вас своими иисуса христа для прощения грехов и получите дар святого духа это рождение свыше закончено стяжание духа святого как серафим царовский говорил но когда в доме корнили получилось перестановку покаяние получение духа святого а потом крещение то есть перестановка почему начало показать что язычников бог принимает и петр на это ссылается мог ли я им отказать в крещении если они получили духа святого то есть они уже зашли на третью ступень перешагнув через вторую так что рассуждение юрия все правильно крещение это завершающий акт рождения свыше каким должен быть но этого-то нету почему феофан затворник и говорит виноградари то не такие и поэтому он отдаст виноградник другим другие будут работать да не ждите когда другие придут они ворвутся туда как сектанты еретики харизматы разное то и они уничтожат все и виноградник сам то есть валяются полное стопроцентное наглядное объяснение и вот тут один пишет мне современном православие активно пропагандируется и населяется в сердца семинаристов а они свою очередь распространяет это учение дальше искаженное понимание искупления которая сформировалась в органическую в кавычках теорию митрополитом сергием строгородским в его магистерской диссертации православное учение о спасении и указывает как что тут нажать надо вот теория который называет юридической и которая описывалась доролествованных учебниках догматического богословия а также ее сторонники митрополит макарий булгаков святитель филарет московский митрополиты накентий херсонский и другие клеймятся как католики схоластики нравственная теория митрополита антония храповицкого была первой попыткой изменения понимания искупления но неудачной а потом вот появилась эта новая теория вот немного характеристик органической теории осознание как она органической пусть может ограничены это осознание ограниченности как юридической так и нравственной теории искупления привело многих православных богословов переосмысление учения об искуплении в духе святоотеческого наследия для святоотеческого богословия свойственно говорить о грехе и спасении не столько в юридических или нравственных, сколько в органических категориях, то есть в категориях природы. Грех в православном понимании – это не преступление или оскорбление в юридическом смысле, и не просто некий безнравственный поступок. Грех – это прежде всего болезнь человеческой природы. Поэтому искупление мыслится как освобождение от болезни, как исцеление, преображение и в конечном счете обожение человеческого естества. Протеерея Олег Давыденков. Догматическое богословие раздел 4. О совершении Господом Иисусом Христом нашего спасения или о таинстве искупления, указывает место. Игнатий Тихонович, сделайте отдельный ролик об искуплении во свете Библии. Ну, как ролик сделать? Надо, чтобы кто-то вышел на меня, и какие-то подвопросы будут задаваться. Ну, мне так кажется. Надо бы. Если бы кто-то вышел сегодня на меня, вот по этому вопросу-то, ну, вышел, и я готов ответить-то. Я вижу все по-другому. Коротко скажу, как. И при том, вот это я ничего не считал. Кто говорит, богослов, бог для слов, как переводят иногда. Я просто молился. Молился и молюсь. И вот нравственное, а нет, органическое, юридическое. Я ничего этого не знаю. Мою душу никто не корежил в семинариях. Никакой Осипов не заражал меня. Вот весь ответ. А как по-вашему? Я не знаю название, какое они будут. Вербально понимать там я эти названия-то считал, знаю, но классификации никакой не делаю. Я не Луарье. А как? Повторяю, как на молитве. Вам открыто это было? Я даже не знаю, открыто это было или открытым текстом. Ну, допустим, смеются над... Ну, Карел-Афины там есть, в Сауме народ такой, поиск оливалы, так он подходит к дереву, это у индейцев так же, у северных народов. Ему надо лодку сделать, он, дерево, ты на меня не обижайся, ты хорошая выросла, нам плавать надо. Мы тебя срубим, будем плавать на тебе, ты будешь все время с водою. Ты, дерево, не обижайся на меня. Начинает ее валить. Ну, конечно, для цивилизованного, как говорят, человека, думать это, ну что же, не Робинзон Жакруза. Ломит дерево, рубит его и прости меня, дерево, обжигает, прости, тебе больно. А в этом смысл есть. Вот когда смеются над чем-то, я сразу останавливаюсь и мысленно прохожу по всей Библии от корки до корки. А где про это сказано? Когда симфонии-то не было, я сам создал симфонию на неканоической книге, она у меня вышла, мной составила. Ну, кто может из богословов сегодня показать, что он составил симфонию на житие? Нет, у меня это вышло. Симфония на житие святых, симфония на неканоической книге, притом я утверждаю, что наша симфония самая-самая хорошая, самая-самая полная, самая лучшая. Вот вы понимаете, как вы хвалите, да иначе подой быть не может. Почему? Потому что все, какие были симфонии, доступные мне, я их проверил и сказал, непрофессионально составлены. Это, говорили, это делали не работники, не миссионеры, не проповедники. Наша симфония на неканонические книги. Ну, обычный корректор проверяет, у меня хоть не опытный корректор, 18 корректоров было на одну книгу, да то быть не может, было и никто не повел дальше, все отступились. Это невозможно ее было откорректировать. Пришлось корректором самому быть. Понимаете, я рассказываю вещи просто невероятные. Вот дерево такое, и Давид говорит, дерева да славят Господа. Все. А как они могут славить? Когда прямо Давид говорит, Давид именно так и понимал, как в Каливале понимают, как у индейцев. И именно так живая природа все. Я недавно слышу, Смирнов Дмитрий об этом же говорит, где сказать, вы не убиваете там птицы и прочее, вегетарианцы. А некоторые даже слова вегетарианцы не знают, что это такое. Мне кажется, там с греческого слова vegetable, как по-английски говорят, овощи. То есть идущие овощи. А овощи-то тоже они срываемых, они чувствуют. С топором, говорит, подходят к дереву, установили счетчики там разные, не знаю какие. То оно трепещет, по ней судорогами пробегает, я так говорю. Ему не рубили ничего, только подошел с топором. Может быть, обухом стукнул. Вот такое дело. Поэтому я понимаю это по-другому. Совсем. Может быть, они скажут, так это вот как раз и есть. Ну, тогда коротко слушайте. Я начинаю говорить о сущности. А кому жертва приносилась? Христос принес жертву кому? Да никому не принес жертву. Жертву принес. Так и написано, он жертва за грех. Ну, я знаю, что написано, но тебе объясняю как. Никому. А восстановление справедливости. У меня есть такое выражение. Бог никогда никому ничего не прощает, да и не может. Да и не может. Вопреки самого себя. Ну, как тогда? Боже всем прощает. Нет, не прощает. Не прощает. Так, за так. Вот для этого-то Христос и пришел. Вам понятно, о чем я говорю? Смысл-то вот в чем заключается. Божьего естества мы не знаем. И все, что в Библии написано о Боге, прости, Господи, я говорю, в кавычках, это неправда. В Библии неправда. Неправда в кавычках. То есть, приблизительно к человеческому пониманию. Ну, Бог говорит, простру сапог мой наедом. Да что, Бог в сапогах ходит или что ли? Или где? Бог раскаялся, сатурил человека. Да раскаивается, когда ошибся. Бог не ошибается, не раскаивается, Златоуст говорит. Об этом толкование Виссариона написано. То есть, все, что о Боге написано, неправда в том смысле, что Бог не такой. Бог гневается. Да Бог не может гневаться. А написано, Бог в ярости моей истребил. Да не может быть ярости у него. Бог всегда один и тот же. Вот в этом-то вся суть. Ну, а великое ли дело, что Ева послушала змея? Да в чем послушала-то? Она ни иконы не ломала, ни причастия не выплевывала. Взяла плод. Дерево, познание добра и зла. Вкусила и дала Адаму. Ну, великое ли это дело? И Бог говорит, смерть не умрешь. Они оба умерли. Смерть вошла. Когда она сорвала плод и вкусила, а написано было, не вкушай, а не срывай, не прикасайся, это уже Адам добавил, то содрогнулась вся природа. У млекопитающих, которые есть, звероядные, все изменилось. Лев бросился на ягненка. Этого не было. Как смотреть страшно? Буевалиция рождает, буйволенка стоит. И вот то время из-за кустов львы выходят, и лев хватает ее. И она пытается защищать. У нее из нее еще все течет, послед. А он ее заваливает. Ну, конечно, это в животном мире. Я всегда думаю, зачем этих львов? От них никакой пользы, ни проехать, ни мяса. Зачем? Для туристов. Львов держат только для туристов. А зачем? Их перестреляли, всех и крокодилов, и все. Сегодня это ничего не стоит. И отравленными, и какими угодно могли бы. Да простыми, перебили их, и все. В течение одного месяца ни одного льва бы не оставили, ни одного тигра уссурийского. А он нет. И они сами не знают, почему бьются за сохранение. Так вот, попутно про это, как раз хочу сказать, жалость возникла. И умерли не Адам и Ева, а как написано в третьей книге Езера, «О, Адам, что ты сделал?» «Не один ты умер, мы все умираем!» Сегодня подсчитано, я сам не считал, уже более ста миллиардов умерло. Миллиардов! Ну, понимаете как? Вот эту боеволицу жалко, а это все последствия греха. А льву надо есть, он траву не может жевать, у него клыки выросли, по-другому все стало. А как быть? Как быть? Видите, это Господь укажет. Но, во всяком случае, как есть, мы это уже видим. Умерло все! Кто воевал, кто революции делал, кто пестовал Гитлера, Сталина, где они, маршалы? Ни одного. Живут в полном достатке, такую пенсию получают. Ну, чего не хватает этим людям-то? Черномырдину, чего не хватало? Помер-то. Кагановичу, такая пенсия. Жукову, чего не хватало? Хрущеву. Все померли, все до единого. Я легенда, есть такой фильм, Я-легенда, советую всем посмотреть. Я легенда. Когда вымирает все, когда вырвался вирус, умирают все. Только иммунитет у одного там был полковника, и он не знал, что еще где-то живы. И когда встречается с выжившей тоже, и он говорит, умерли, она говорит, нет, еще 18, там сколько, 18 миллионов еще есть живые-то. А никто не знает, что такое. 18 миллионов – это евреев. Это об евреях, это заказной фильм. Я сразу его, сразу, с первой минуты понял и дал рецензию на него. Вы даже не понимаете, о чем речь идет в фильме-то. И он говорит, умерли. Она говорит, нет, есть 18 миллионов, там где-то в резервации на севере. Он говорит, умерли все, все умерли. Умерли – кричит прямо в лицо их. Умерли все! Не все. Евреи останутся живые. Они входят в золотой миллиард, эти 18 миллионов. Так вот, это умерли все, это опять же от того, что Божье свойство. Грех и Бог несовместимы. Возмездие за грех – смерть. 6.23. И послание апостола Павла к римлянам. Смерть вошла во всех человеков. Смерть в рыбах, в святах. Все цветет и отпадает. А до чего это нужно тогда, чтобы нам напоминать о смерти? Напоминать, что мы смертные и приготовились к встрече с Господом. Вот для этого-то пришел Сын Божий на землю. И Иоанн Креститель понимает и пишет, Евангелие от Иоанна 1.29. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот теперь Божья справедливость. Бог не просто истина. Я есть им путь и истины и жизнь. А самосущественное. Научитесь это слово говорить и понимать. Самосущественное. Он говорит, Я есть истинная виноградная лоза. Какая? Какого сорта виноград? Сортов-то много. Все вместе смешанные. Иридийкий, который был, а мы не знаем какой. И мы понимаем, что самосущественный виноград. Такого винограда и нет. Он есть путь. Да как бы есть люди добрые. Наше добро, что мы кого-то любим, помогаем, это от Бога. Любовь от Бога. От Бога. А Он есть самосущественное. В самом существовании, от кого не взятая любовь. К своему творению. К миру. Ко всему, что есть. Вот сейчас запускает американцы зонт. Вчера я посчитал. Запускает к Солнцу. И впервые так близко приблизится. И Он подлетит очень близко, говорит, к Солнцу. А расстояние до Солнца будет 8 миллионов километров всего. Не рядом, а 8 миллионов. Ну, 125 тысяч километров только до Луны. А и там температура, пересчитать, 1470, кажется, градусов. И прибор будет летать из особых составов, не расплавиться. Он вокруг будет узнавать, что исходит, какие частицы на Землю передавать. А вы в это верите? Научные данные заставляют прислушаться к этому. Что тут верить? Это такое дело. А нужно это? Да многое было не нужно, говорили, когда в космос были. А теперь все мобильные телефоны, а без космоса ничего бы и не было. И мало ли что. Вот эти потоки. Федор бы Конюхов не проплыл на воздушном шаре. Надо понимать. И вот это, как вы понимаете, спасение, самосущественная святость. И любовь самосущественная от Бога. Бог и Сын Божий говорит, вот я иду, ты уготовил мне тело. Об этом послании к евреям как раз и говорится. Только так. Божий акт справедливости, восстановления, не юридически, юридически это более приближенно, возмездие за грех смерть. Но смысл в том, что Бог не может изменить в самом себе ничего. Да что, Бог не всемогущий? Теоретически да, а на самом деле нет. Написано, Он не может отречься самого себя. Не может. И так. Бог не может сказать неправду. Не может. И Божья сущность заключается в том, что этого никто не знает. А тут богослову на земле говорят, а как тогда говорить о Боге? А как на небе? Исайя хотел знать, ему Бог открыл. И увидел сон мой. Слава Божия, края риса наполняет храм. Но это же все, все это требует толкования. И воскрешающих, свят, 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 Господь, Саваоф. Вся земля полна славы. Его почему не небо, земля? Да потому что на земле мы живем, это для нас все говорится. Слово свят, да еще трижды относят ко Святой Троице. Свят. Он свят, и никакого греха терпеть не может. А от простить грех никуда не ушел. Он не может. Отец должен взять расходы на себя, как блудный сын возвращается. А вот так-то излечить от греха это невозможно. Человек мертв, мертв, все умерли, умерли. Я легенда, я пытаюсь восстановить, даже имитировать его голос, когда он говорит, а там, Льюис, кажется, играет его негр. Все умерли, все смертные, все проклятые, все под анафемой. И для этого Бог посылает Сына Своего, Иисуса Христа. Вот эта Божья справедливость восстановлена, грех отмщен. Отмщен в лице Иисуса Христа. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Мира всего берет. И не надо кому жертву приносит, вопросы не ставить. Смысл спасения – любовь. Любовь, когда восстановлена справедливость, Он взял и понес наши немощи. Ничего не надо толковать здесь. А как вы узнали? Никак. Я на молитве проверяю себя больше полвека. И один голос «Отойди от этой бездны» при мудрости ведения Божьей. Бездна бездну призывает голосом-водопадом. Каким? Бездна моего неразумия, бездна греха, бездну милосердия Божьего призывает. Да славит всякое творимие Божие. Бог усматривает и в ангелах недостатки, и на солнце пятна. И поэтому спасение – восстановление справедливости, Божьей справедливости, и не нашей. Грех должен быть отмщен. Возмездие за грех – смерть. И умирает Сын Божий. Вот все богословие окончилось. Вот в этом есть. И где говорится, что Он путь, самосущественный путь, остальные пути от Него. Он есть пища, хлеб жизни, самосущественный, первоначальный, первородный. Все это относится к Нему. А наше только от Него. Если есть добродетель, город на вершиной горы, тогда светит свет ваш перед людьми. Свет от Него отражение, как Луны от Солнца. Мы тело, мы церковь. Отражение от Солнца. Луна – это отражение солнечных лучей. Вот и все. Все богословие в этом и заключается. В самосущественной истине во Христе и восстановлении справедливости. И за так просто Бог никому ничего простить не может. Это вопреки Его свойствам, вопреки Его сущности. А теперь может. Он может, потому что грех отмщен. Возмездие за грех, смерть исполнилась. почему и Солнце погасло, и все. Оказалось, скорбь вселенская покрыла всю землю. Так можно понять. Или Солнце поняло, что светить незачем. Когда угасло, главное, светило на вершине Голгофского креста. Вот что я бы мог сказать, но тут могли бы быть под вопросы. Коротко сказать, справедливость Божия и святость. И вот поэтому люди всегда думали, как Бога прославить. И вот эти свят, свят, свят Господь, это в молитвах есть. И слава Вышнему Богу на земле мир человека благоволения. Узнали ангелы поют, сразу в богослужение включили. И крестный ход был однажды, и вдруг остановился, мальчик вознесся в облака, его не было несколько часов, как он только на землю был опущен, сразу к нему а ты что там слышал? Слышал! А что там было? А там написано было, не написано, а там пели ангелы. А как они пели? Ну, они пели. Ну, как пели-то скажи, мы тоже так будем петь? Ублажать Бога. Святые Божии. И все нет. Они еще говорили святые крепкие. Все нет. Они говорили святые бессмертные. А потом, а потом опять святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Вот это свят-свят-свят Господь Саваоф, об этом в откровении говорится, воспевает его и день и ночь. По-человечески-то что, Бог эгоист такой, ему это надо, и за какой-то там плод один, 300-100 миллиардов, умерло, скорби, пищали, слезы. Да так не рассуждаю, кто ничего не понимает, он сразу Бог жестокий, в Ветхом Завете Бог, где Миур другой, а в Новом Любовь, это один и тот же Бог. Там разговаривал как с детьми, дошкольниками, первоклассниками. Понятно это или непонятно нам, но мы должны это взять. И поэтому люди начинают играть этими словами. Они услышали, да, но, видимо, я понимаю, как рассуждали они. Святые Божие – это об Отце, святые крепкие – это о Сыне, а святые бессмертные – это о Духе Святом. Но мы-то на земле, то ли примет Бог или нет, давайте в конце поставим «помилуй нас» и добавили «помилуй нас». Святые Божие, святые крепкие – святые бессмертные – помилуй нас. То есть третья ступень – восхождение ангельское низвели до первой ступени – помилуй нас. Вот видите, как три ступени. Первая – просительная, вторая – благодарственная, а третья – словословие. И вот это услышали и внесли. А армяне услышали и все это отнесли ко второму лицу Троицы. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные – это неукоснительно. А дальше – распныйся, Заны, помилуй нас. Распныйся. То есть распявшиеся православные посчитали это ересью, добавленную. И все армянами не молиться нельзя, распныйся. Да речь о Троице идет, Троице не распиналось. Вот еще доказательство. Доказательство того, что Троица не распиналась. Поэтому не три перста складывать надо, бы, и не два богочеловечества. А как у католиков пять, пять ран. Речь идет о человечестве, не о божестве. Пять ран на Голгофском кресте. Но я так не могу молиться, но показать могу. Пять пальцев и слева направо, наоборот. А у православных так тоже хорошее объяснение. Но там и элемент ереси в том и другом. Это я уже доказывал. И вот сегодня немножко еще кинули мне вопрос. Дорогой Иван Тихонович, почему я Иваном стал? Днями Рио Новости сообщила. В России появился первый кандидат теологии. Протеерей Павел Хонзинский. Хонзинский. Ну, явно дело, что они-то не русские. Говорится, теневой народ. Защитил диссертацию по теме, кавычки, «Разрешение проблем русского богословия 18 века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского». Спрашивает, знакомы ли вам их труды? Их труды. Знакомы ли? Я про это как раз и говорю. Думаю, что по этому поводу были бы интересны ваши комментарии. Вот второй человек. В одном из выступлений вы упоминали о Филарете, который обращался к императору с просьбой не переводить Библию, иначе в государстве может совершиться революция. Это другой человек? Да, повторяю, другой. Заранее благодарю вас. С уважением к вам Александр Кузьмич Тетюшев, город Бугуруслан Оренбургской области. Вот тоже, чтобы я прокомментировал. Вот поэтому я обращаюсь к вам, Александр Кузьмич Тетюшев, зайдите до... Ну, теперь уже не успеете. До следующей субботы, через неделю мы выезжаем, а там уже я в интернет редко буду выходить, тем более по скайпу ни одной беседы не будет. Вот их интересует. Ну, обратитесь к Осипову, он вам размажет это все. Тем, которые много говорят, как вы думаете, комментарий, Ходзинский, защитил, разрешение, проблем. Я слово «проблема» не употребляю даже. И хотел показать немножко снимки, тут появились новые, новые снимки, как президент Российской Федерации был у старообрядцев в Рогожском кладбище, называют Рогожская Слобода, называлась раньше. И вот вторая фотография. Владимир Владимирович Путин, бритый в галстуке масонском, по-масонски застегнутый, все. Ну, масон, по-другому никак нельзя понимать. Все масонское. Или подчинился им, или открыто как кельцам ступал. И митрополит Корнилий, Титов, кажется, фамилия его, вот он показывает, руку поднял кверху, можно поднять так, поднял глаза у него, кверху смотрят, и у президента глаза смотрят. То есть он как бы приглашает его, ну вот давай, смотри на небо-то, на небо смотри, а то смотришь только на кровавое на земле, кровавым подбоем, как Валант говорит об этом, земля. Ну, посмотри на небо маленько, на синее, хотя у тебя синяя рубашка, темно-синий там этот масонский, да удавка, галстук, аксессуар 21 века. И он тоже маленько глаза посмотрел кверху, как бы, гляжу, пальчики прижало. Что интересно, у Путина костюм, ну, ясно, отглаженный, все, и две пуговицы всего, две, но нижняя расстегнута. А почему? Ну, некоторые говорят, да разница какая? Масонский ритуал, там все написано. Нынче я в их устав проник, скинули мне его, и написано, нижняя пуговица обязательно расстегнута. Заметьте, вот когда выступает, обязательно нижняя пуговица расстегнута, а ты, говоришь, ничего не значит. А ты застегни его при кетаму на костюме, и у рубашки или галстук, или расстегнуты. Верхняя пуговица для чего дается? Это собранность. Я разговаривал с одним знакомым, верующий, православный христианин, близко его знаю, зашел в магазин, а он там по разной технике, компьютеры там продают, его ценят. И у него рубашка расстегнута. А рубашку-то зачем расстегнул? Ну, такой порядок в магазине. А ты застегнись. Война была какая, отступали, но расстегнуты нигде не был ни один солдат. Самое тяжкое время отступления, черный 41-й год. И однако все солдаты застегнуты. Почему? Это собранность. Это подчиненность. Это человек, готовый к бою. Все в этом вложено. А ты до чего расстегнулся? Ну, это вызвать доверие у покупателя. Да наоборот, это не доверие. Ты разгильдясь, тебе спрашивать нечего. Худую технику подсунешь ему. Ну, застегнись. Нельзя. Ну, вот ты и понял, что ты раб. Раб этой системы. Рубашки-то выпускаются с петелькой и с пуговкой. Зачем ты ее расстегиваешь? Она не давит тебе птичью шею. Ничего нету в этом, кроме подчиненности их в системе. Есть такое у Некрасова стихотворение, а то он писал проза. Некоторые даже не знают, что прозе писал о мертвое озеро. Как есть и стихи у Горького, а все думают, что только в прозе писал нет. Так вот, он говорит там, сегодня пальцем показывает на тех, кто курит. А он табачную фабрику в России построил, немец. Но придет время, пальцем будут показывать на тех, кто не курит. А стихотворение написал Горький попутно сказать. И он говорит, а вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. И все это забудется. Где Ельцин? Где Горбачев? Хотя еще и не умер, но уже как живой труп никому не нужен. Нигде. И ничего сказать путного не может. Он отработан ищет ракеты. Где эти все картеры, которые были? Где они? Ну где Маргарет Тэтчер, которая впала в полное, абсолютное детство? Не понимала, как на кухню зайти, где дверь открывается. Дочь ее описала об этом. А Рейган где? Точно та же. Альцгейм или как называют болезнь это? Точно так же. Я показываю эту фотографию. Вот и посмотрите. Галстук он ему нужен? Нет. А почему не... Зачем веревку-то эту надел-то? Он не объяснит. Но хорошо, что Корнили указывает ему на небо. На небо. Посмотри. Человек, работавший в системе КГБ или где-то там ЦРУ. Это люди с искаженной, с испорченной, с исковерканной совестью. И как ему трудно жить этому человеку. Хорошо, что он еще к православным приходит. Первый, единственный пока еще считается человек, руководитель государства, который посетил старообрядцев. А он ему что показывает? Книги старинные, показывает иконы самые старинные, храм как устроен. Это на храм показывает. Ну и он посмотрит, он изменится? Нет, конечно. И ну что скажет, давайте помолимся? Нет, конечно. Но мы-то молимся. Я каждый день из-за Корнили этого молюсь. Каждый день поминаю. Из-за президента Путина каждый день молюсь. Чтобы они познали Христа. Какой он есть в самосущности его. В любви его, справедливости. И Бога никакими дарами нельзя утешить. Ублажить. Пью ли я кровь козлов и мясо валов? Пью ли? Ем ли? Это все напоминание о том, что мы отступили от Бога. И требуется жертва. Жертва. То есть справедливость Божия должна восторжествовать. Никаких слов юридических. Ничего не надо. Нужно, чтобы все вернулось на истоки своя. А это может сделать только Бог. Я думаю, на сегодня все. Я сейчас отключаю. Но только хочу сначала узнать. Как всегда, проверить, кто у нас до конца выдержал. Анатолий. Здесь? А Андрей Рогачевский. Здесь Анатолий. Анатолий здесь. Так. Сергей Астахов. Не видно? Сергей Игнатов. Наверное, здесь. А. Ну все. До свидания. Кто-то запикал. Сигналы дает. С Богом. А что вы спрашиваете? Он печник. Да сторож. Я везде подчеркиваю, что я печник 40 лет. А мне до того смешно печник. Да ты без печника-то, дорогой, и слов бы не сказал. В печи хлеб пекут. В печи. От печи греются. От нее лечатся. В ней варят все. Я за одни печи не сотни, а тысячи благодарностей имею. Когда среди зимы спасались замерзающие дети. Да тебе-то кто знает. Печник это очень важно. Хорошо оплачиваемая работа, как у сварщика. Это я все попутно говорю. И вот сегодня, если Господь благословит, я буду отвечать. Немножко на этот вопрос, который мне задают. А сейчас пока по дисциплине. По дисциплине, какие у нас вывешены в коридоре, в прихожей или в притворе. Рассуждено, да не бывает, и епископы, и пресвитеры, и диакона, откупателями для ради корысти или управителями, и да не приобретают пропитание занятием бесчестным или презрительным. Ибо долженствует взирать на написанное, никто, воинствуя Богу, не обязуется куплями житейскими. Никакой военность не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Второе Тимофея 2.4. Это карфагенское правило, собор карфагенский. Девятнадцатое. Я прочитал. Написано, отныне клирик, да не определяется к двум церквам, ибо сие свойственно торговли и низкому своей корыстью, и чуждо церковного обычая, ибо мы слышали от самого глаза Господня, что не может кто-либо двум господам работать, либо одного возненавидит, а другого возлюбит, или одного держится, а другом же вознеродит. Матфея 6.24. Ну что тут, понятно вам, нет? Того ради всяк, по апостольскому слову, в чем призван есть, в том должен пребывать и находиться при одной церкви. Ибо что для низкой корысти в церковных делах бывает, то становится чуждым Бога. Для потребности же всей жизни есть различные занятия, и сими, если кто пожелает, да приобретает потребное для тела. Ибо апостол сказал, требованию моему и бывшим со мною послужили руки мои сии. Деяние 20.34. И сие наблюдать всем в богоспасаемом граде, а в прочих местах по недостатку в людях допустить изъятие. То есть где мало, там на два, на три прихода может быть один священник, до шести приходов изъятия. Это седьмой Вселенский собор, пятнадцатое правило. Вторая десятина более или менее ее тратится на бедных, на нуждающихся. Одна это священнику в руки. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Третья десятина по желанию каждого. Расходы на жертву, на свящу, на елея, на строительство храма, на бесплатно рассылаемую литературу, на даримые крестики новокрещеным. А что это вдруг о трех десятинах? Вы заговорили? Да не, я заговорил. Дух святой. Тавид 1.6.8. Кавычки открыты. Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю, установлением вечным, с начатками десятинами произведений земли и начатками шерсти овец, и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Ливийным, служащим в Иерусалиме. Точка запятой. Другую десятину продавал, и каждый год ходил и сдерживал ее в Иерусалиме. Точка запятой. А третью давал, кому следовало, то есть милостыня, как заповедала мне Девора, мать отца моего, то есть бабушка, когда я после отца моего остался сиротою. В Киеве на место гибели первомучника Федора Иоанна была воздвинута десятина церковь во имя Успения Божьей Матери, ставшая центром общерусского сбора церковной десятины, пожалованной церкви святым князем Владимиром Василием в крещении. Деньги, подарки не брать за требы таинства. Это 100 глав, 44, 45, 23 правила говорят. И кавычки открыты. Никто из епископов или пресвятеров, или диаконов, преподавая причистое причастие, да не требует от причащающихся за таковое причащение денег, или чего иного. А сегодня свечку подойдешь, купишь. Да это то же, что и деньги. Свечки тут же перепродают, и я это все видел. Мы в церкви работали уборщиками, этими дворниками. Ибо благодать не продается, и мы за деньги, не за деньги преподаем освящение духа, но не ухищренно должно преподавать оно и достоин всего дара. Если же кто из чистящихся в клире усмотрен будет требующим какого-либо рода воздаяния, то есть за крещение, деньги просят там воздаяния, от того, кому предподает причистое причастие, да будет извержен, как ревнитель Симонова, заблуждение и коварство. Шестой Вселенский собор, двадцать третье правило и апостольское двадцать девятое. Мерзость, сребролюбие настолько возобладало водителями церквей, кавычки были открыты, так что некоторые из глаголаемых благоговенных мужей и жен, забыв в господней заповеди, заблудились, и в священный чин, и в монашеское житие вступающих, приемлют за злато. И бывает, как глаголят великие Василия, непотребно все, с чего начало нечисто, потому что Богу и богатству служить нельзя. Всего ради, если усмотрен будет кто-либо сие творящий, то епископ или игумен, или что кто-либо из священнического чина или да перестанет, или да будет извержен по второму правилу Второго Хлокедонского Святого Собора, а игумене да изгонится из монастыря и да предастся войной монастырь в послушание, равно как и игумен, не имеющий пресвитерского рукоположения. Интересно. Все снимается с него. А о том, что дают родители детям, по подобию вина, и о вещах, приносимых из собственности, с объявлением от приносящего, что посвящается Богу, мы определили, да прибудут, по обещанию их, прибудет ли принесший в монастыре, или уйдет, если не будет всему вины в настоятели. Ну тут разбирайся, что написано. Седьмой Вселенский Собор, правило девятнадцатое. Ну и дальше уже говорится о крещении. Это можем оставить мы, если Господь благословит, до следующего дня. Вот. Это все. Для того, чтобы вот эти правила исполнять, чтобы молитва была услышана. Это все к молитве относится. А то неважно, борода есть, неважно, застегнутая там, неважно, с поясом нет, все важно. Сегодня об этом говорят, и уже говорят известные учителя, а теперь раскопали, что говорили святые, все важно. Так это внешне, Бог любит внутреннее. Так это от внутреннего все и есть. Насурмила глаза, пришла, ногти накрашены. Как жена Капранова говорила, у ней там, она преподавала где-то, видим, в воскресной школе-то. Ну, упрекнули за накрашенные ногти. Она говорит, ну, ногти-то не голубым же накрашены. То есть определяет, каким светом можно красить. Ну, что сказать дальше. Все на этом. Сейчас я отключать буду вас, кто слушал. Отключать. И потом сразу включу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...